В небольшом селе жизнь словно остановилась. Нет больше воды, ее нужно приносить из речки, не проезжают колонны экскаваторов. Строительство ГЭС по соседству остановилось. Сейчас опять работы нет. Лежим дома. Когда регулярно получали зарплату, было хорошо. А сейчас что? Вон одну лошадь продам, 500 долларов выручу. А потом что делать? Жеребец у Талайбека единственный. Продавать его фермер не хочет. Надеются, что русские снова придут и все-таки достроят ГЭС. Было бы хорошо, если бы пришли русские. Мы язык их понимаем, они нам не чужие. А если китайцы придут, то они привезут своих рабочих. Граждан Кыргызстана на работу брали охотно. Почти половина сотрудников совместного с РУСГИДРОЗАО были местными жителями. Все они жили в вахтовом городке, в котором сейчас никого не осталось. Эта кошка последняя оставшаяся здесь житель поселка. Рабочий городок рассчитан примерно на 500 человек. Сейчас пустует последний сотрудник компании, выехал отсюда дней 10 назад. Безымянную кошку приютили местные охранники. Они здесь остались, чтобы не дать мародерам разграбить дома и офис. Но зайти внутрь и посмотреть нам, к сожалению, не удалось. Тут все двери закрыты и опечатаны. Мебель внутри нехитрая. Столы, диваны и стулья. Самое ценное здесь оборудование. Вот огромный козловой кран. Его так ни разу и не использовали. Рядом мини-завод по производству бетона. Тяжелая техника стоит там же, где ее оставили водители, когда узнали про то, что строительство верхненарынского каскада ГЭС будет остановлено. Из четырех станций одну обещали запустить в этом году. Однако дальше земляных работ дело не продвинулось. В Русгидро утверждает, что на все это было потрачено 37 миллионов долларов. Деньги энергетический холдинг надеется получить обратно. Однако некоторые местные жители высказались против этого. В парламенте даже создали специальную депутатскую комиссию. Она проверит, сколько именно средств было затрачено на подготовку к строительству каскада ГЭС. Зато энергетики считают, что Кыргызстан не зря так поспешно разорвал соглашение с Кремлем. На переговоры впустую потрачен последний год. Ждать денег дальше в Бишкеке уже не могли. В Кыргызстане энергопотребление растет 5%. То есть ежегодно 5% прирост. И этот цвет энергии будет только с каждым годом увеличиваться. Те ГЭС, что существуют, изношены настолько, что крупные аварии случаются теперь регулярно. Из экспортера электроэнергии республика превратилась в импортера. Обеспечить энергетическую независимость должны были два крупных проекта. Верхненарынский каскад ГЭС и Камбаратинская гидроэлектростанция. Обе стройки обещали профинансировать в Кремле. Подписывал соглашение, кстати, лично Владимир Путин. Однако Кыргызстану теперь придется искать других инвесторов. В желающих построить гидроэлектростанции в нашей республике очень много инвесторов из Китайской Народной Республики, из Казахстана, из Турции. Очень много их. Просто надо, знаете, проводить нормальную государственную политику. Один ГЭС надо отдать китайцам, другой надо отдать туркам, третий – арабам. Там же четыре ГЭС. Хотя, если по мне, то можно отдать и нашим собственным гражданам. У нас сейчас много состоятельных людей. Снизится ли после такого конфуза влияние России в республике, эксперты пока не знают. Москва взяла обязательства еще по нескольким крупным инфраструктурным проектам, в том числе по модернизации газовой системы в республике. Однако несколько российских экспертов уже предупредили – денег на это тоже у Кремля может не быть.